Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хотел обратить наше внимание на один текст, который будет выражать тему наших размышлений. Записано Колоссянам, 3 глава, первые два стиха. Колоссянам 3.1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Здесь апостол Павел напоминает нам, чтобы мы имели помышления, такие как Иисуса Христа, что мы были не только подобны Иисусу Христу в воскресенье, но также были подобны Ему нашими помышлениями. Когда хотят что-то сделать, когда хотят что-то построить, мост или что-то другое, всегда есть образец, по которому идут. И как раз вот для нас образцом является Иисус Христос. Он является этим отличным примером для нашей жизни, по которому мы можем сравнивать свою жизнь. Потому что если мы будем сравнивать свою жизнь с людьми, окружающими, мы всегда найдем людей хуже нас и будем думать, что мы хорошие люди. Но когда мы сравниваем свою жизнь с Иисусом Христом, мы действительно видим, какие мы есть. И как обязательно нам сравнивать свою жизнь с Иисусом Христом, потому что Он является этим прекрасным и отличным примером для каждого из нас. И я сегодня хотел поговорить о том, какие должны быть наши мысли. Какие были мысли у Иисуса Христа, как мы можем подражать Ему. И смотря на этот отличный пример, можем посмотреть, какие были мысли у Него, и что-то может взять для нас. И первое на то, что я хотел посмотреть, это, что мы должны иметь те же мысли, как были и у Иисуса Христа. Мы должны иметь те же мысли, как у Иисуса. Я хотел обратить наше внимание на текст Римлянам, 12 глава, первые два стиха Римлянам, 12-1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Также хотел посмотреть Римлянам, 6-13. Римлянам, 6-13. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие правды. Апостол Павел напоминает нам и вот церквам, чтобы мы представили наши тела в жертву живую, чтобы мы представили свои тела поступать, как Иисус Христос. Но перед тем, как мы начнем поступать, как Иисус Христос, мы должны поменять наше мышление, мы должны поменять, как мы мыслим, чтобы потом наши дела и все последовало за этим. Нам надо вообще другое мышление. Нам нужно мышление, какое было у Иисуса Христа, чтобы мы могли поступать, как Он желает. Матфея 12, глава 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Как человек мыслит, так он и живет. Если он мыслит о хорошем, он будет делать хорошее. Если он мыслил о злом, он будет делать зло. Но цель дьявола – это заставить нас мыслить, как он желает. Это не так сложно его, потому что все мы живем в мире, и мы просто можем мыслить, как этот мир, и мы мыслим, как дьявол. И его цель – просто заставить нас мыслить, как он. Когда мы начинаем мыслить, как Христос, мы начинаем тогда и действовать, как Христос. И это простая истина. Когда мы начинаем мыслить, как Христос, мы начинаем действовать, как Христос. Я хотел привести пример, который я слышал. Такое воображение для каждого из нас. Мы здесь все сидим. И представьте себе, вот рядом с вами, где вы сидите, сидит Иисус Христос. Он здесь пребывает. Но представьте, он рядом с вами, вот здесь на скамейке, сидит рядом. И вот с другой стороны сидит неверующий человек. Это представьте себе. Иисус Христос с одной стороны сидит, а неверующий человек с другой стороны сидит. И вот по проходу рядом с вами, не с вами, а возле вас идет женщина и спотыкается, и падает. И у него руки так подлетают, и она так вопль, такой крик. И неверующий, сидя, наверное, рядом с вами, он, наверное, смеется. Ему очень смешно. И вы, наверное, посмотрев на него, может быть, как бы вы поступили. Наверное, посмотрев на него, мы бы тоже, может быть, посмеялись. Это смешно. Но если мы посмотрим на Иисуса, он сразу подбегает к этой женщине и помогает ей. Но если в другом случае мы имеем ум Христов, и мы, вот эта женщина может спотакаться, падает, мы, вот если имеем ум Христов, мы, не раздумывая ни доль секунды, подбегаем, помогаем ей с Иисусом Христом одинаково. Мы подбегаем, помогаем ей. И как только наш разум, наши мысли становятся Христовы, тогда наши действия также становятся Христовы. Филиппинцам 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В греческом переводе слово «чувствование» переводится как «мысли». Или на английском переводе это слово «чувствование мысли». То есть, когда Бог нам повелевает, имейте те же мысли, имейте те же мысли, какие были у Иисуса Христа. Потому что от мыслей все начинается. И когда мы начинаем мыслить, как Иисус Христос, мы-то начинаем действовать, как Иисус Христос. Второе, на то, что я хотел посмотреть, это какие были мысли у Иисуса Христа. Какие вообще были некоторые мысли у Иисуса Христа. В Евангелиях можно найти всю жизнь Иисуса Христа, описывая жизнь Иисуса Христа. Мы можем читать Евангелие и брать для себя примеры, как Иисус Христос жил, как Он поступал. И мы можем брать примеры, как Он мыслил. Потому что я сейчас не буду затрагивать все мысли, потому что я не думаю, что это возможно. Все мысли Иисуса Христа. Посмотри, как Он мыслил во всех ситуациях. Но я хотел посмотреть на некоторые, на три характеристики мысли Иисуса Христа. И на первое, на что я хотел посмотреть, это Иисус понимал Божий план для Его жизни. Иисус понимал план для Его жизни. Марка 4, глава 35 стих. Марка 4, 35. Вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собой, как Он был в лодке. И с Ним были и другие лодки. И отправились, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. И говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Как будто бы, может быть, текст не по теме. Но здесь интересно то, что Иисус Христос, наверное, так сильно уставал, общаясь с людьми и исцеляя людей. И вот он так, наверное, сильно уставал, что он в лодке даже засыпал, когда сильная буря поднималась, шум. Ученики, может, паникуют. Уже, наверное, все тело в воде, и только голова на возглавии. И он все равно спит. И ученики его будят и говорят, разве тебе нужды нет? Нет. Иисус говорит, что вы боязливы, как у вас нет веры. А при чем здесь вера? При чем здесь это? Это нормально, мы переживаем. А Иисус понимает, чего вы боитесь? А при чем здесь это? И Иисус Христос понимал, что он не должен умереть в лодке, что он не должен здесь в море погибнуть. Он пришел на землю, пострадает на кресте. В этом заключалась вера, что он должен умереть на кресте, не здесь в лодке, не здесь в море. И Иисус хорошо понимал, и мысли его были наполнены тем, что он действительно знал план Божий для его жизни, что он должен умереть на кресте для каждого из нас. Второе, на что я хотел обратить внимание, это Иисус надеялся на Божью силу, не на свою. Надеялся на Божью силу. Иоанна 5 глава, 30 стих, писано, Иисус сам говорит, «Я ничего не могу творить сам от тебя». И Иисус не мог сам ничего делать. Он надеялся на силу Божию. Когда Иисус Христос воскрешал людей, когда Он исцелял людей, когда Он совершал чудеса, Он всегда молился Богу. Он всегда нуждался в силе Бога свыше, который мог бы помогать Ему. И Иисус Христос надеялся на силу Божию. Луки, 22 глава, 42 стих. Луки, 22, 42. Говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил, пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. Также Матфея, 26, 38. Тогда говорит имя Иисус, «Душа моя скребит смертельно, побудьте здесь и побоцуйтесь со Мною». В этом моменте жизни Иисус, что мы сейчас прочитали, он молился, ему было очень-очень тяжело в жизни. Он говорит, «Душа моя скребит смертельно». Он не мог это сам принести. Он нуждался в помощи Бога. Он молился Ему. И тогда мы видим, что Бог послал Ему ангел, который подкреплял Его. Иисус всегда надеялся на Бога. Его мысли всегда наполняют то, что Он надеялся на Бога. Итак, как важно, чтобы наши мысли также были наполнены тем, что мы надеемся на Бога и на Иисуса Христа. И третье, на что я хотел обратить внимание, это Иисус мыслил о вечном. Он не мыслил о земном. Евреям 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престолу Божию». Я хотел прочитать новый русский перевод этого же стиха. Чуть-чуть, может быть, понятнее будет. Евреям 12, 2. «Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей ради претерпел смерть и крест, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Иисус Христос, ради радости, которая будет на небесах для Савы, Он сошел на эту землю пострадать за каждого из нас. Представьте себе, если бы Он не думал о вечном, если бы Он не думал о будущем, что будет, и Он пришел здесь на землю и делал, что Он желает, Он жил для себя, здесь поудобнее устраивался, то каждый из нас не имел бы спасения. Мы бы все равно нуждались в Спасителе. Но Иисус Христос, взирая на будущее, Ему все равно вот эти, может быть, скорби, это может быть боль и остальные все мучения и крест, Он взирает на будущее, что будет в будущем. И эти мысли имел Иисус Христос. Он был этими мыслями наполнен, что Он стремился к небесному. Каждый из нас, нам надо стремиться к небесному, чтобы наши мысли были наполнены небесным. Такие были мысли Иисуса Христа. Я как раз вот посмотрел на три характеристики мысли Иисуса Христа. И я не на все, конечно, посмотрел. У нас для этого Евангелие, которое написано, где мы можем читать, брать для себя намного больше. Итак, я хотел также посмотреть на третье. Как нам иметь мысли Иисуса Христа? Мы посмотрели на то, что каждый из нас должен иметь мысли Иисуса Христа. Я думаю, что каждый из нас убежден, что мы должны иметь мысли Иисуса Христа. Второе, мы посмотрели на мысли Иисуса Христа, какие у него вообще были, и как мы можем ему подражать. И третье, это как нам иметь мысли Иисуса Христа, как нам это теперь в практике, как нам теперь их иметь самим. И опять я хотел обратиться к Римлянам 12 глава, 2 стих, Римлянам 12, 2. В наших мыслях, то мы неосознанно, мир будет нас менять, и мы будем становиться как этот мир. Я также хотел чуть-чуть посмотреть на другой стих, это Иоанна 14 глава, 15 стих, Иоанна 14, 15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Слово «соблюдите» на греческом переводе означает «охранять как сторож». «Охранять как сторож». То есть, когда солдат охраняет сокровища, он должен его всегда иметь в полном внимании. Он должен его всегда иметь в полном его внимании. Потому что, как только солдат не имеет сокровища или что он оберегает в полном внимании, враг сразу подходит и забирает то, что он охраняет. Нам нужно всегда иметь Бога в разуме. То есть, нам нужно всегда наполнять наш разум Богом, всегда иметь в полном внимании. Всегда эти заповеди Господни, всегда размышлять со Слой Божьим, чтобы мы имели это все в полном внимании. Я хотел привести пример. Детский лагерь, когда у нас здесь был в Кэмп Оверлок, дети очень любят играть в игры. И одна игра, одна из самых любимых игр, в которой они играют, называется «Захват флага». Эта игра играется так, что дети все разбиваются на четыре команды. И каждая команда имеет свои флажки. И цель игры – это чтобы одна команда могла получить самое много флажков. И этим они выигрывают. Каждая команда оберегает свои флажки. У них сторожа. И они оберегают, чтобы другие соперники не могли забрать их флажки. И многие дети, ну большинство детей, наверное, они придумали такой метод, который очень хорошо работает. И они хорошо его знают, что когда со своей командой они собираются, они берут некоторых людей. И они говорят, так, вы бегите, вы отвлекайте сторожей. Когда вы будете отвлекать, мы сзади вас подбежим и заберем флажки. И так получалось. Они так и делали. Как только сторожа подбегали, отвлекались, тогда дети забирали флажки. Так и у нас. Мы должны иметь Слово Божие в полном внимании. Вот как эти сторожа, когда, может быть, охраняли какое-то сокровище, золото, они имели в полном внимании. Так и мы. Наша цель, чтобы мы имели Слово Божие всегда в нашей жизни. Это может быть в самом практическом виде. Это может быть всегда читать Слово Божие, размышлять о Нем, запоминать Его в машине, везде, где мы едем. Это в самом практическом смысле. Итак, мы должны иметь Бога в разуме, иметь Слово Божие в полном внимании, как сторож, и этим обновляться умом. Итак, нам важно иметь мысли, какие были у Иисуса Христа. Я думаю, мы все убеждены, что мы должны иметь мысли, как у Иисуса Христа. Мы также посмотрели на то, какие были мысли у Иисуса Христа, как мы можем Ему подражать. И третье, мы посмотрели на то, как нам иметь мысли, как у Иисуса Христа. Как нам теперь это в практическом смысле иметь. И в заключении я хотел прочитать 1 Коринфянам 2 глава, 16 стих, 1 Коринфянам 2, 16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. Апостол Павел, как будто бы отвечая на вопрос Исаии за много лет спустя, пишет, Исаий задает вопрос, кто? Ибо кто познал ум Господень? И апостол Павел отвечает на этот вопрос, говорит, а мы имеем ум Христов. Он не имеет в виду, что все христиане, как бы они ни мыслили, они имеют ум Христов. Нет, это те, которые действительно стараются иметь Бога в разуме, которые в полном внимании Его имеют, размышляют о Нем, они имеют ум Христов. Могли бы мы сегодня, как апостол Павел сказать, а мы имеем ум Христов. Как важно нам иметь те же мысли, какие были у Иисуса Христа. Аминь.